здравствуйте товарищи сегодня у нас последняя лекция по курсу социальной философии для конфликтологов она проводится также в удаленном доступе тема ее связана с раскрытием методологии марсистского исследования общественных процессов развития общества и не я хотел бы подчеркнуть что отнюдь не всегда и не во всем требуется применять классовый подход ибо классовый подход является основным решающим но есть такие категории и такие явления и процессы которые не относятся к основе общества где приходится применять другой подход вот поэтому сегодня речь пойдет о тех категориях которые сами по себе классовыми не являются это во первых нас ты во вторых это история и третье этого цивилизации так вот если вы возьмете такие категории которые я назвал то ясное дело что движение этих категорий или движение тех явлений которые выражаются этими категориями оно связано с борьбой классов взаимодействием классов и так далее с классовыми понятиями и категориями но сами по себе эти категории не сводятся к тому что называется классами или не сводится к их интересам начнем вот с первого и очень важного понятия который называется нации что такое нации надо сказать что несмотря на то что эта тема в науке хорошо разработана и блестящие работы ленина и сталина на эту тему и надо сказать что в общем то других серьезных работ глубоких и более продвинутых в этом отношении нету вот и в этих собственно работах разжевано все что касается нации тем не менее ошибочных взглядов подходов сколько угодно и поэтому стоит начать с того чтобы дать само определение нации что такое нация вот если мы дадим это определение и будем строго его держаться это будет научный подход а если мы будем называть нас и то что нам в голову взбредет конечно научного подхода не получится а что значит научный подход это тот подход который дает истину ну а мы с вами и стремимся познать истину в этом смысл вообще философии и вообще всякой науке всякая наука стремится к истине и к вытеснению лжи какое существует или сосуществует наряду с истиной и если мы поставим вопрос чего больше так сказать в общественном сознании но наверное больше лжи чем истиной потому что интересы скажем правящего класса если он является классом эксплуататорским огнетающим если он класс отживающий и он может удержаться не благодаря тому что он скрывает или раскрывает истину благодаря тому что он ее закрывает и старается заменить его жилыми всякого рода утверждениями и так что же такое нации нация это общность людей основывающиеся на общности территории экономики языка и культур сколько получается признаков экономика территория экономика язык и культура всего четыре признака четыре признака эти надо брать в единстве то есть если какого-то одного признака тут нет то значит речь идет не о каком-то в каком образовании которое называется нации а более мелком или более расплывчатом образовании потому что со словом нации и с началом этого слова существует много разных выражений говорят о том что есть есть племя например да племя это понятие которое связано с кровно-родственным родством в понятии нации мы что находим и в понятии территории не в понятии экономики не в языке не в культуре кровно-род Broadway который не присутствует кровно-родственного а портства не присутствует кровно-родства не находится теперь мы можем говорить о в отдельных народностей до народность это нации нет это маленькие образование можно сказать национальное образования, народности, они связаны именно как раз с родством, но уже более отдаленным, чем в отношении племени. То есть там есть все в каком-то дальнем родстве или исторически сложившемся родстве, вот тогда мы говорим, что это народ, от слова народиться. Дальше мы можем говорить о этнических группах. И надо сказать, что есть такое широко распространенное сейчас понятие этнос, когда люди ленивые в плане ума и достижения истины, они во всех случаях, когда затравивается тот или иной национальный аспект, они просто берут этнос, 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 этнос и не разбираются, это народ, народность, это нация или еще что-нибудь. Или национальность. Национальность это какое понятие? Национальность это кроме родственной понятия или лишенное родственных черт, кроме родственной понятия, потому что национальность как определяется? По тому, кто у вас родители. Если у вас родители русские, то вы русский. Неважно, как вы там пишете, что где, кто записывает, кто как фиксирует, в каких документах, по факту. А если у вас родители принадлежат к разным нациям, то получается такая ситуация, когда ребенок, он как бы принадлежит и к той, и к другой, и никто, и не к другой. И поэтому он может быть записан и как представитель одной нации, или как другой. Уж как получится. Вот декан экономического факультета нашего Петербургского университета Николай Андреевич Моисеенко, участник Великой Отечественной войны, командир полка «Катюш». Он украинец по национальности. И мы с ним вместе написали четыре книги. Вот жена его русская и две дочери. Старшая записалась, что она русская. Младшая записалась, что она украинка. И то правильно, и это правильно, потому что мать русская, отец украинец, значит, можно и так, и так записать. И вот появились две сестры, одна из которых украинка, другая русская. И олицетворяет братство народов. Ну, как, собственно, и их родители олицетворяют братство народов. Товарищ Моисеенко и его жена, они олицетворяли это вот братство народов и никогда никаких тренинг на национальной почве не было, поскольку позиций, которые занимал Моисеенко, были позиции были прогрессивные, коммунистические, передовые, и поэтому ни о каком-то национальном обособлении речи быть не могло. Тем более о каком-нибудь национальном угнетении. Ну, вот смотрите, сколько уже мы нашли всяких названий, а понятие нации наиболее широкое и достаточно глубокое, оно не носит само по себе сугубо правонародственного характера. Наоборот, никакой капли крови, так сказать, при решении вопроса о нации не приходится рассматривать. нация это общность людей, характеризующаяся общностью территории, экономики, языка и культуры. Ну, вот, например, сразу мы можем сделать вывод, что скажем, есть русская нация, есть американская нация, есть французская нация, есть немецкая нация, и у каждой этой нации есть такая территория, на которой проживают соответствующие члены этой нации, существует экономика, здесь французская экономика, здесь экономика российская и так далее. И культура соответственно. Ну, такие случаи бывают, когда кто-то взял и переехал в другую страну или на другой континент и включился в деятельность другой нации. Кому он теперь принадлежит? Ну, как вы думаете? Украинец. Уехал из Украины в Канаду. стал говорить на одном из канадских языков, а их там два. Вошел в канадскую экономику, овладел, так сказать, богатственной культурой, которая есть в Канаде, у канадской нации, и стал он кто? Ну, стал он канадцем. А каким он стал канадцем? Канадцем украинского происхождения. или, скажем, был человек, жил в России, уехал в Америку. Если он продолжает следовать традициям русской культуры, если он продолжает общаться в основном на русском языке, он как бы своего рода посол России, а если он стал также разговаривать со всеми на английском языке, американского типа, потому что там немножко с акцентом этот английский язык, который говорит о том, что американцы себя очень уважают. если англичане когда говорят, ясно открывают род, и он скажет, что My name is Michael, то американец, поскольку принадлежит к высшему слою человечества, он перед теми, кто ниже, особенно род не раскрывает, и он так и говорит, My name is Michael. Я как-то присутствовал на совещании коммунистических рабочих партий, там был такой он из Америки. Несмотря на то, что он принадлежал коммунистам, он все равно у него акцент был именно такой, который характерен для американской версии английского языка. Когда что же я перед вами буду рот сильно раскрывать, вы вообще совсем не такая нация, не такая богатая, не такая сильная, не такая развитая, как наша. Вот, ну это всякие отсеки, а что касается понятия нации, то мы можем смело пользоваться. Например, Ленин писал, что еврейской нации не существует. Это было то время, когда еврейская нация, будучи изгнана национальности склонных территорий в районе Междуречья, она сначала разошлась по берегу Средиземного моря, потом в силу того, что представители этой нации занимались торговлей, товарами всякого рода, финансами, они очень были востребованы, но как только подрастали представители своей торговой буржуазии, значит, еврейской буржуазии изгоняли, так она попала из Испании потом туда в Францию, в Германию, из Германии один раз ее выгнали, потом снова пригласили, потом из Германии с притеснениями она попала, это вот несчастная ветх еврейского народа попала Польшу и потом в Россию и, собственно говоря, вот когда у нас совершилась социалистическая революция, на тот момент евреи в России были притесняемыми, как известно, они не могли жить нигде, кроме городов, была черта оседлости, ну и были ограничения других каких-то вопросов, за исключением тех евреев, которые имели достаточно большой капитал, они сразу ограничения их не касались, они могли быть купцами первой бильдии и так далее, уважаемыми людьми, ну и потом был еще один исход после революции в Соединенные Штаты Америки, и того, значит, у нас евреи живут в самых разных странах, они живут в Африке, они живут в Китае, в Америке, ну и как, кто такие евреи, которые живут в Китае, это китайцы, еврейского происхождения, хотя, они говорят на китайском языке, пишут иероглифами и так далее, но тем не менее, именно потому, что в понятии нации нет ничего от крови, а только берется вопрос, на какой территории живут эти люди, в какую экономику они вошли, если они вошли в китайскую экономику, и на каком языке они говорят, и какая культура, если они вошли и стали наравне с другими членами соответствующей нации этим пользоваться, и это для них становится родным, родным не по крови, а родным потому, что они это усвоили и пристроили, то они принадлежат соответствующей нации, ну, например, Левитан, известный русский художник, прекрасный рисовал картины природы, да, кто он такой, это русский художник еврейского происхождения, или диктор Левитан, он тоже по национальности, по национальности он еврей, а по принадлежности к нации он кто такой, он русский диктор какого происхождения, еврейского происхождения и так далее. Ну, как вы понимаете, если русский попал, возьмем не еврей, а русский поехал в Америку и там стал жить и вошел в американскую экономику и там женился он на американке и значит там у него появились дети американцы и со всеми они разговаривают на английском языке и уже пользуются преимущественно на культуре американской и даже начинают даже забывать русский язык. Ну, то есть кому принадлежит товарищ этот? Товарищ принадлежит к английской нации, а вот очень много украинцев уехало в Канаду, они стали канадцами по существу, то есть принадлежат канадцам по национальности они остались украинцами и те же самые русские, которые уехали навсегда будем считать в Америку, они тоже по национальности остались русскими, но они по принадлежности к нации американцы. Это очень важно понимать, потому что только тогда, когда вот это понято, то вот такое требование очень важное, которое мало кто понимает, даже большие руководители не понимают смысла требования права наций на самоопределение вплоть до отделения. То есть если это нация, то есть это такая общность людей, которые связаны с общностью и территории, экономику, экономике языка и культуры, она может существовать самостоятельно, и каждая такая общность людей имеет право на самоопределение вплоть до отделения. Некоторые полагают, в том числе и весьма высокопоставленные люди, что право нации на самоопределение, оно грозит уничтожить многонациональные государства. На самом деле это и Ленин подчеркивал, и Сталин подчеркивал, да это я думаю и по смыслу ясно, что если вы хотите с кем-то тесно соединиться, то сначала вы признаете его право с вами не соединяться. А если я предлагаю вам со мной соединиться, ну и вы не имеете возможности отменяться и соединиться ни в коем случае, и право такое вообще не признано, то это называется национальное гнетение, национальный гнет. Вот почему если мы хотим соединиться в какой-то многонациональный союз, надо признать право всех соответствующих наций на самоопределение вплоть до деления. Но вот некоторые этого не понимают, не понимают, что это право негативное, отрицательное, то есть это вовсе не цель и не задача отсоединяться. Но если скажем брак, например, союз мужчины и женщины заключается по любви, и если нельзя развестись, то тогда этот брак представляет собой уже не союз по любви, на союз, который скреплен какими-то внешними силами, никакого отношения к любви не имеющими. Поэтому этот брак ужасен и освобождение женщины, ликвидации неравенства между мужчиной и женщиной предполагает, что этот брак он заключается, но люди, которые вступили в брак, могут и развестись. И если нет свободы развода, то нет и браков по любви. То есть браки по любви могут быть, а могут и не быть этот брак, такая разновидность домашнего рабства или кабалы. Или ада, или мужа, или жены. Вот если затевается какое-то крупное государство, а вот на этой основе был построен Советский Союз, то в этом Советском Союзе признавалось право на отделение каждой нации, если эта нация находится на такой территории, которая в принципе может быть отделена на краю как бы находится от других государств, составляющих данный Союз. А если это автономная область или какая-то республика автономная, она представляет собой замкнутое образование внутри более широкой национальной какой-то единицы, то ясное дело, что она, конечно, не может иметь право на самоопределение, потому что некуда ей выходить, потому что выйти она не может кругом границ того государства или того нации, с которой она вместе живет. Поэтому правом на самоопределение вплоть до отделения пользовались, могли пользоваться согласно конституции советской только такие республики, которые могли отделиться без нарушения структур других государств, с которыми они объединились. Ну и поэтому когда наступила такая ситуация, когда пошли тенденции к отделению? Если люди собираются построить счастливую жизнь для всех, это требует самого тесного соединения. То есть пока в основе развития страны многонациональной Советского Союза лежали интересы рабочего класса, а рабочий класс заинтересован в самом тесном единстве трудящихся всех стран. И это относится и как к рабочему классу большой нации русской, так и к рабочему классу малых наций или сравнительно малых наций. Вы, наверное, знаете, это все знают, только не все об этом хотят вспоминать, что рабочий класс русский оказал огромную помощь становлению экономики в других республиках, скажем, в том же Узбекистане, в Ташкенте был авиационный завод. Как только Узбекистан отсоединился от России, вышел из Советского Союза вместе с разрушением Советского Союза, ну, нету того авиационного завода, там автобусы какие-то делают и все. И производство там опять появилось, как вы думаете? Ну, было производство свое, при поддержке русского рабочего класса, русских инженеров и так далее. А теперь что? А теперь там в основном хозяйствуют иностранные компании. Или, если вы возьмете Эстонию, там крупнейшие были предприятия, на которых работали русские рабочие, русские инженеры. И работали они очень хорошо, в единстве и в Эстонии прекрасно разговаривали и на русском языке, и на эстонском языке, кто на каком хотел. Без каких бы то ни было ограничений. Ну, а как вы думаете, что произошло после расхождения этих республик? Ну, Россия, как крупная и большая, она, конечно, в основном сохранила свой потенциал, хотя он значительно снижен по сравнению с потенциалом, который был в рамках Советского Союза. А в Эстонии просто исчезли крупные предприятия. Или в той же Латвии, где, помните, рижские электрички, которые ездили по всем дорогам железным, так сказать, Советского Союза, или радиоприемник УВФ, или другие вещи, которые делаются в Латвии. А сейчас что? Иногда можно увидеть латвийское масло. А так, там промышленность практически исчезла. И 600 тысяч молодых людей, вполне образованных, уехали в Европу мыть горшки состоятельным, представителям других наций. Так что так не бывает, что ты разойдешься и думаешь, что получишь счастье. Значит, счастье как раз состоит в единстве трудящихся всех наций, а не в том, чтобы разойтись и отказаться от общей борьбы. Ну, вот это главный принцип. Еще нужно о чем сказать, что само понятие движения наций, оно связано с культурой, общностью, экономики, территорики, языка и культуры. И язык и культура, они не терпят никакого принуждения. На каком языке мне говорить, это кто должен решать? Ну, я должен решать. Вам на каком языке говорить, вы должны решать, как можно принуждать человека говорить на каком-то другом языке. А вот посмотрите, люди, которые были за свободу национального развития в тех же самых рыбалтийских нациях, когда эти республики стали буржуазными, они стали требовать, чтобы все говорили на одном языке. Или ввели понятие не граждан. Но это понятие сродни политике геноцида. Дескать, они никто в этой стране. Их проводить не убивает, но они никто. Они не граждане. На какой основе решается национальная проблема? На основе экономического развития. В основе развития всего общества, в том числе и развития нации, лежит экономика. Если экономика требует соединения, объединения усилий разных наций, то будет это объединение нарастать. Сейчас вы видите, что то, о чем раньше говорил Маркс, что человек, который производит уже в капиталистической экономике, он производит не только для тех, кто живет в его стране, но и для всего мира товары. и так сейчас делается почти во всех странах. Поэтому то, что мы часто держим в руках, это не только потому, мы держим иностранное, что это связано с уничтожением значительной части отечественной промышленности, отечественного производства, но и с развитием международного разделения труда. Рынок расширяется на весь мир, раз рынок расширяется, вы имеете дело с южнокорейскими товарами, с китайскими, в малой степени с американскими, в малой степени тоже с английскими, в значительной степени с немецкими и так далее. То есть, это движение к тому, что вам приходится читать названия на иностранном языке, вам приходится возможно и разговаривать на иностранном языке, в связи с тем, что это связано с экономическим развитием. В какую сторону? В сторону какой нации идет тогда движение? В сторону более могущественной в смысле экономическом, более развитой. Если вы хотите сказать, чтобы люди говорили больше на русском языке, что само по себе и неплохо, то надо думать о том, как развивать нашу экономику, а не просто сделать какие-то запреты на другой язык. Никакими запретами вы не остановите движение языков. В последнее время появилась мода на государственные языки. Мы с вами изучали вопрос о государстве. Государство это область принуждения. Это машина насилия. Можно насильно заставлять человека говорить на другом языке или писать на другом языке насильно. То есть государство и государственность несовместимы связано с языком. Язык не понятие государственное. Вопрос языка или обладение языком или движение языков связано с ассимиляцией. То есть с таким культурным развитием. Как сложится, так и будет. Например, я могу сказать, как у человека, работавшего на экономическом факультете нашего университета тут у нас, защищали диссертации и датские, и докторские, в том числе и из республик Средней Азии. И каждый, кто защищался имел право уступать и защищаться на своем языке, скажем, таджикино, таджикском, вузбекском, вузбекском, киргизском и так далее. Он имел право и диссертацию сделать на родном языке. Он имел право и все во время защиты говорить на своем языке с переводчиком и так далее. И оформлять диссертацию и на русском, и на языке своем, на котором он говорит, скажем, на узбекском. Но я не помню случаев, чтобы этим наши товарищи из Узбекистана, из Киргизии, из Таджикистана воспользовались. Почему? Понятное дело, диссертанцию защищают для того, чтобы затвердить свое какое-то открытие, научное исследование, научную разработку. Так, естественно, хотят, чтобы об этом знали, как можно больше людей в мире. Ну, так если они на узбекском издадут свои работы, ну, их прочитают очень мало. А если на русском, значит, их может прочитать половина мира. Поэтому и сейчас, почему очень много издается на английском языке? Потому что английский язык сейчас, язык самой мощной экономической державы. А раз он язык крупнейшей экономической державы, то, значит, естественно, такой крен в сторону английского языка неизбежен. Или, если вы помните, когда мы чувствовали, что, возможно, говорят, не готовились к войне, некоторые говорят, с Германией. Ну, как вы думаете, а почему у нас обучение велось именно немецкому языку? Школа. Это тоже одна из, так сказать, ступеней подготовки, в том числе и к войне, потому что всем было ясно, с какой стороны может исходить война, и надо владеть немецким языком. Хотя вот у нас были товарищи где, на факультете, где я работал, в том числе товарищ у нас один был партизаном, и рассказывал, что у них в партизанском отряде был немец, коммунист. И он с ними вместе сражался против тех гитлеровцев, которые здесь убивали наш народ и разрушали наши города, селы и так далее. Ну, в частности, он рассказывал нам такой эпизод, как перед Новым годом они напали на такой наряд, который ехал за подарками к Новому году. Там перебили всех, кто охранял, оделись в немецкую одежду. Немец, который коммунист был, он сидел впереди как начальник, подъехали к базе, и на базе бумаги предъявили, дописав туда нули дополнительные шампанское. Если было 10, стало 100. Если было печенье, столько-то пачек, стало в 10 раз больше. Все, значит, начали что-то там говорить по-немецкой. А этот единственный немец, который был, хотя все остальные были тоже партизаны в немецкой форме, стал их пугать и, значит, очень с ними грубо разговаривать, а все остальные, значит, молча подняли автоматы и подать ее быстренько достали все, что надо, и партизанский отряд хорошо встретил Новый год. Вот мы знаем, что первое действие, которое было совершено Гитлером, это было действие не против других государств, а прежде всего против коммунистов в самой Германии. Коммунистов или убили, или посадили в тюрьмы. Поэтому не надо забывать за всякими национальными вопросами и колоссую подоплеку этих самых событий. Ну вот, поэтому, когда речь идет о языке, странно говорить о государственном языке. Это может быть язык межнационального общения. Например, понятно, что в России на русском будет больше говорить, потому что в России много людей говорит на русском языке. Если вы сюда приехали, тут работаете. Никто вас не заставляет, так сказать, отказываться от своего языка, от своих привычек национальных и так далее. Но, если вы хотите, чтобы вас поняли, естественно, вы будете добровольно переходить на русский язык. Мы прекрасно видим и знаем, что гастарбайтеры замечательно говорят на русском языке, тем более, что они приехали из бывших республик Советского Союза. А у нас существует еще и определенный порядок, который остался в России. У нас есть такое понятие, как соотечественники. Соотечественники – это те люди, которые или родились в Советском Союзе, или родители которых родились в Советском Союзе. Поэтому у них дополнительные права, они могут пересекать границы наши без того, чтобы оформлять дополнительные какие-то паспорта заграничные и так далее. Или получать визы. То есть, есть преимущество при поступлении в наши вузы, тем, кто раньше был в составе Советского Союза. Поэтому есть такие вещи, которые даже изменение общественного устроя сразу не стирает. Которые вошли уже в природу отношений. И эти отношения в той или иной мере сохраняются и в настоящее время. То есть, если мы с этой точки зрения будем смотреть на вот эти основные признаки нации, это единственные территории, непременные. Это непременный признак. Скажем, евреи, находящиеся в Америке, это американцы. И принадлежат к американской нации. А если они во Франции, к французской нации и так далее. А если в Китае, то китайские нации и так далее. Единственное, территория, экономики, непременно. Потому что экономика это то, что подвижным является. Территория, она не двигается. Она двигается только если завоевания какие-то идут, войны. Или какие-то переговоры, которые, так сказать, нарезают или пререзают кому-то кусочек, или отрезают у кого-то кусочек. А вот экономика все время движется. Поэтому развитие нации зависит, конечно, от экономики. Язык. Язык тоже. Он не подчиняется никаким этим государственным нормам. А он тоже это произведение культуры. Причем народной культуры. И он складывается. Иногда пытаются что-то навязать языку. Скажем, ну пришлось выбрать эти твердые знаки и как-то из них обходится. Или есть там гоура, допустим, Московский, а есть Ленинградский. Он тоже никак не выражается в написании, но в произношении может это звучать. И так далее. А культура? Культура тоже, она развивается вовсе не по законам каким-то классовой борьбы, а по законам развития культуры. И об этом, о том, по каким законам развивается культура, мы сейчас поговорим и перейдем к тому вопросу, который у нас вторым стоит. Культура. Мы рассмотрели вопрос о нациях, теперь вопрос о культуре. А культура что такое? И тем самым мы лучше будем понимать, что такое нация, правильно? Культура – это накопленный опыт человечества, материальный и духовный. Вот что такое культура. Что такое материальный опыт человечества? А это, собственно говоря, те произведения рук, именно рук человека, которые сохраняются. И сохраняются методы их изготовления, методы их производства. Это то, что относится к материальному производству. Скажем, почему археологи ищут и находят амфоры, предметы быта, какие были орудия, какая была посуда, какие были печи и так далее. То есть, вот это вот, это все накопленный опыт человечества. То, что сейчас производство вот так-то и так-то поставлено, кроме того, что это все носит экономический характер, мы начинаем говорить о том, что это вот дает такую-то производительность. То есть, один человек, один рабочий может это произвести в расчете на себя вот столько-то продуктов. Это характеристики, связанные с степенью развития производительных сил. А сама это вот, то, что появляется, это входит и становится достоянием культуры. Культура – это накопленный опыт человечества. Вот люди умеют производить доменные печи, самолеты, умеют производить автомобили, умеют строить дома. И этот, причем дома многоэтажные, и этажность растет, особенно когда земля дорожает и так далее. То есть, этот опыт, он связан с повторением тех или иных действий. Потому что, если речь идет о науке, вот здесь научное открытие, оно там фиксируется и потом используется. А если речь идет о производстве, то там закрепляются уже приемы изготовления тех или иных продуктов. И вот это все материальное производство можно рассматривать как материальную культуру общества. Но кроме материальной культуры общества, есть и духовная культура. В духовную культуру входит, безусловно, и живопись, и архитектура, и музыкальная культура, и театр. Все входит, так сказать, все, что связано с теми сферами, в которых происходит не столько познание мира, сколько постижение мира, как говорил Гегель. Постижение мира происходит, согласно Гегелю, в трех формах. Постижение мира бывает в форме понятий, это наука, в форме художественных образов, это скульптура, литература, живопись, музыка и так далее. Художественная литература, хотя писатели пишут словами, но смысл не в том, чтобы выразить словами, а смысл в том, чтобы словами передать художественный образ. Если у человека нет таланта, то как он там не старается, писателем он хорошим не станет. Поэтому он вроде все правильно рассказал, но это будет такое описание, которое не может быть отнесено к литературе. Может быть графоманство. Человек много-много толстый написал книгу, она годится для того, чтобы топить печь, а больше ни для чего. Так что вот это относится к культуре. Ну и есть еще одна форма постижения мира, религиозная. И как вы понимаете, это религиозное постижение мира, это постижение мира в виде фантастических образов, когда человек фантазирует в отношении того мира, в котором он живет. Ему представляется, что есть какие-то небесные силы, или как вот сейчас вам рассказывают западные проповедники, если вы идете по-нескому, и вам могут дать книжечку, а в ней написано. Конечно, что Бог любит вас, Он думает о вас, но у него есть хороший план вашей жизни. И сразу как-то человеку приятно так, на сердце хорошо, что есть там кто-то на небе, который думает о тебе, и думает, у него есть хороший план жизни. Раз у него есть план, и он всемогущ, этот план он реализует, тебе особенно можно и не заботиться. Хотя, как показывает марксистская наука, это не относится непосредственно к культуре, на сегодняшний день относится это к заблуждениям. Или, как говорил Маркс, это вздох гнетенной твари. Религия есть цепи духовные, когда человек приучает быть рабом, быть паствой. А паства – это кто? Бараны. А есть пастырь, кто такой? Бог. Хотя, надо сказать, вот сейчас уже народ просвещенный, и вот как-то я вел занятия в Институте философии на четвертом курсе. И вот одной девочке говорю, а вы бы хотели быть овцой, чтобы вами пастырь какой-то там руководил? А она говорит, да. И я и так, и сяк с ней спорил, и я должен сказать, что я не смог ее переспорить. Есть такие люди, которые во что бы то ни стало хотят быть рабами. А есть такой лозунг известный – никогда, 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 никогда коммунары не будут рабами. Поэтому на самом деле одни люди уповают на какой-нибудь промысел Божий, на то, что кто-то их спасет, не они сами. И их, так сказать, тем самым уводят от борьбы, коллективной борьбы за свое освобождение. А другие как раз уповают на силу организации, на то, что когда идея овладевает массами, она становится материальной силой. И она создает, благодаря этой материальной силе, новое общество. Так что идея может воплотиться в действительность, если она проникла в умы людей. Ну вот я думаю, что с этой точки зрения изучения философии, изучения всех тех вопросов, которые мы в этом курсе разбираем, это очень важно для того, чтобы человек мог быть сознательным представителем прогресса, а не регресса в обществе. Чтобы он в этом смысле чувствовал себя свободным. Прежде всего он должен быть свободным в своем понимании мира. А если у него ущербное понимание мира, он будет и действовать ущербно, и будет жертвой тех событий, которые будут происходить. Пассивной жертвой, а не активным участником этих событий на стороне прогресса, а не реакцией. Ну вот это относится к культуре. Понятное дело, что культура носит национальный характер по своему происхождению. Хотя по своей природе она носит интернациональный характер, потому что на каком бы языке это не писалось произведение, а художественный образ от этого не зависит. Или, скажем, вы пришли в филармонию, и сидят рядом китаец, японец, американец, русский, англичанин, немец. Им нужно переводить. Хотя, между прочим, там раздают у нас в филармонии такие небольшие листочки, на которых иногда пишут содержание этого произведения. Ну, это, так сказать, так представляется тому, кто написал. А на самом деле, многозначное понимание музыки. У каждого музыка рождает свои мысли. Хотя, конечно, есть и общее понимание, что есть веселая музыка, а есть грустная. Но художественные образы бывают разные. И у каждого в голове проносятся разные образы, когда он слушает симфонию, или он пришел послушать оперу и так далее. Хотя некоторые товарищи пытаются все прочитать, что там написано, если опера на другом языке. А другие товарищи, они даже и читать не надо. Они не собираются читать, что там написано. Они смотрят на сцену и видят, что там происходит. Искусство, оно показывает жизнь и имеет свой язык. Язык искусства, который перешагивает через границы национальных культур. И поэтому всегда люди приветствуют богатство других, культурное богатство других народов. Так вот, если мы с вами вернемся к темам, которые у нас были в курсе, когда мы говорили о производстве, о экономике, об определяющей роли экономических интересов, о классовой борьбе, это все правильно, это относится к основе общества. Но этим все не кончается, потому что у языка есть и свои особенности, и в культуре есть и свои особенности. И в культуре, и в языке угасают эти самые классовые различия. То есть представители противоположных классов могут пользоваться этой же культурой, этим же языком, но сам язык не является классовым понятием, и не является классовым понятием нации, и не является классовым понятием культура. Хотя мы можем различать в культуре элементы социалистические, элементы буржуазные, элементы прогрессивные и элементы реакционные. То есть культура не находится вне, совсем вне классовой борьбы, но она такая особая область, в которой непосредственно классовая борьба угасает. Хотя если вы возьмете известные такие художественные произведения, как такое, как опера «Кармен», то выяснится, что Кармен работал на табачной фабрике, а ее возлюбленный был охранником на этой фабрике. Так что сразу вы видите разные положения и так далее. Но не из этого же положения вытекает тот конфликт, который произошел и те события, которые там происходили. Потому что они могут происходить у представителей самых разных профессий, самых разных классов. И поэтому культура, она развивает всех. Хорошая культура способствует развитию человека и просветляет все головы, на каких бы классовых позициях они, эти головы, ни стояли. История. В основе истории лежит, конечно, классовая борьба. После того, как завершилось развитие человека в рамках первобытно-общинного коммунизма. Но это в основе. И классовая борьба приводила к смене общества. Первобытно-общинный коммунизм сменился рабовладельческим обществом. Рабовладельческое общество сменилось обществом феодальным, феодальным, буржуазным. Буржуазное сейчас сменяется коммунистическим. Мы живем в эпоху перехода от капитализма к коммунизму. Значительная часть населения уже социалистическую революцию совершило. Но сегодня с учетом, так сказать, баланса. Одни совершают революцию, в других странах происходит контрреволюция. Но общий баланс, начиная с 1917 года, до настоящего времени, никакой. Полтора миллиарда человек живет в социалистических странах. Социалистической страной называется такая страна, в которой победила социалистическая революция. И ведется строительство коммунизма. Какого? Ясное дело, первой фазы коммунизма – социализма. Так вот, таких стран, которые ведут сейчас работу и борьбу по строительству коммунизма, и которые избавлены от экономических кризисов, которые поражают весь мир, таких стран сейчас можно считать немало. Это Китай, в котором живет миллиард 400 миллионов человек. На сегодняшний день Китайская Народная Республика – самая крупная экономическая страна, самая развитая. В ней производится самый большой валовый внутренний продукт. Естественно, там не может быть никаких экономических кризисов, поскольку 55% составляет государственный сектор, то есть общественная собственность. И общественная собственность, и государственное планирование в целом подчиняют экономику развитию Китая, социалистического. Идет это развитие достаточно быстро. Китай и китайские товарищи говорят, что у них будет построен коммунизм, наверное, лет через 100. В первой фазе. Ну, тому, кто думает, что очень легко построить новое общество, ему кажется, это очень долгим сроком. С другой стороны, представьте себе, какая задача прокормить только миллиард 400 миллионов человек. Как обеспечить, чтобы там не было голода, чтобы там все это управлялось. И надо сказать, что китайские товарищи это демонстрируют всему миру. Есть другая крупная страна социалистическая, это Вьетнам. Социалистическая республика Вьетнам. Это та единственная страна, которая победила у Соединенных Штатов Америки. А Соединенные Штаты Америки никогда ни у кого не выиграли самостоятельно. Если не считать, что они на одном из островов победили десяток кубинских добровольцев. На Украине на Кубе победы не добились, в том числе и потому, что Кубу поддерживал Советский Союз. В Вьетнаме 100 миллионов человек, там идет успешная социалистическая строительство, тоже нет никаких кризисов. Поэтому, когда говорят, что разразился мировой экономический кризис, он не мировой, мировых кризисов больше не происходит. Происходит кризис в катапеллистической части мира. Дальше возьмем, если брать по количеству людей, Корейская Народно-Демократическая Республика, или Северная Корея. В ней построена первая фаза коммунизма, социализм. Это значит, что там частной собственности нет. Частное социальное неравенство еще не уничтожено. Потому что для полного уничтожения классов, писал Ленин в Великом Почине, надо уничтожить различия между городом и деревней, людьми физического, людьми умственного труда. Это дело очень долгое. И по поводу сроков ничего не написал. И однажды приставали к Энгельсу по поводу того, как мы будем жить перед фаза коммунизмом. Он, отвечая на эти приставания, говорил так, что там будут люди, не поглупее нас с вами, они разберутся. Поэтому не надо строить воздушные замки и говорить о том, для чего еще не созрели какие-то определенные материальные предпосылки. Надо двигаться по линии прогресса, а не по линии регресса. Вот о чем, прежде всего, надо думать. И говорить о развитии социализма. Ну вот, Корейская Народная Демократическая Республика достигла высоких высот в области технологии. Вот, как вы понимаете, слабая в научно-техническом и экономическом отношении страна не могла бы создать термоядерное оружие, и не могла бы запустить космос-спутник, или не могла бы развить свою ракетную промышленность. Корейские спутники пока еще не запускаются, но, как вы понимаете, это дело не за горами. Я был две недели в 1992 году в Корейской Народной Демократической Республике. Мне была предоставлена возможность, в том числе и предоставлен автомобиль нашей группе из трех человек, которая представляла собой представителя газеты «Народная правда», «Ленинградского телевидения». Я представлял эту группу как руководитель. Нам была предоставлена возможность объехать в Корею, побеседовать с людьми, посмотреть. Мы были в Пан Мэйджоне, были в городах, видели, какие там прекрасные больницы, какие там прекрасные библиотеки, какой там спорт, какая там культура. Никаких ни бомжей, ни проституток, ни всех язв, которые поразили наше общество, там ничего подобного нет. И поэтому у меня была такая картина, что я побывал снова в Советском Союзе в периоде начала 50-х годов. Вот какое впечатление. Ну вот мы говорим еще об одной стране, о Кубе, которая подчеркивает появление там социалистической страны, то есть страны, совершившей социалистическую революцию, говорит о том, что это явление не национальное, а интернациональное движение к социализму и полному коммунизму. А последняя революция была в 1975 году в Лаосе, в котором тоже идет строительство социализма. И более того, надо сказать, что вот этот лагерь, который составляет значительную часть человечества, то есть полтора миллиарда из семи миллиардов человек, он в силу того мощного развития, которое имеется у социалистических стран, он притягивает к себе не только внимание трудящихся других стран и народов, но притягивает к себе внимание и правящих классов самостоятельных буржуазных государств. Почему? Потому что крупнейшая империалистическая держава нашего мира, которая руководит блоком НАТО, продемонстрировала, что она может в своих отношениях с другими государствами переходить к международной, во внешней политике, политике фашизма, на экспорт фашизма во внешней политике. То есть открытой террористической диктатуре наиболее реакционных, наиболее шовинистических элементов финансового капитала. А финансовый – это банковские сращенные с промышлением. Когда банки руководят уже всей промышленностью, они все знают, всю подноконтную экономику, им для них не нужна парламентская трибуна, они хотят решать все без этого. Но так развивались события, в том числе с результатами Второй мировой войны, что никто не решается из представителей правящих классов насаждать фашизм у себя в стране, а на мировой арене, пожалуйста, вот вам нападение на Ирак, на Югославию, можно считать и на Вьетнам, нападение, которое было в США, это разновидность фашистской политики, выжигание напалмом, убийство огромного количества вьетнамцев. Уничтожение Ливии, когда вообще не стало государства, это же было буржуазное государство, достаточно прогрессивное, в том смысле, что там люди были накормлены, там развивалась культура, там хорошая была медицина, там молодежь рассчитывала на получение работы и обеспечение в самом начале своего жизненного пути, этого ничего нет, вообще нет ливийского государства, и там сейчас поле войны. Оттуда беженцы идут в Европу, можно подумать, что по заказу тех, кому нужны руки работных, по их заказу ликвидирована Ливия. Перед лицом таких действий существует международное объединение такого непривычного странного типа, когда ядром являются страны социалистические, а к ним присоединяются страны не социалистические. Это вот такое объединение, одно из них, БРИКС называется. Это что такое? Кто туда входит? Бразилия, Индия, Китай, Россия и Южная Африка. То есть это достаточно крупные страны, Бразилия, Южная Африка, Индия. Они соединяются и совместно решают экономические вопросы, не боясь, что какие-то державы, которые входят в это объединение, на них нападут. То есть до сознания даже руководства, разного руководства таких крупных довольно государств, дошло, что социализм не агрессивный строй, он занимается организацией войн и не захватывает чужие богатства, не устраивает вылазки, связанные с уничтожением экономики, людей, ресурсов и так далее. Еще более крупным объединением является Шанхайская Организация Сотрудничества, ШОС. В центре ее стоят, можно сказать, два государства. Это Китай, и он представляет собой, можно сказать, ядро этой организации, поскольку он первое место в мире имеет по выпуску вылового внутреннего продукта, поэтому он вполне соревнуется успешно с Соединенными Штатами Америки, и темпы роста у него примерно в два раза выше. То есть, по мере просто экономического развития, без всяких каких-то политических потрясений, каких-то событий, Китай все больше и больше, так сказать, начинает преобладать над Соединенными Штатами Америки. И поэтому другие государства, не только социалистические, но и буржазные, которые не хотят быть в положении той же самой Ливии или Ирака, или Югославии, которые, так сказать, разбомбили, и есть там много уже государств, осколки этого единого государства в Югославии, теперь никто не может собрать. Поэтому в этой организации присутствуют самые разные, не только социалистические, но и буржазные государства. Во-первых, Россия, которая нуждается в экономической поддержке, ибо ее пытаются все время экономически блокировать, устраивать какие-то экономические санкции. А Китай – это необъятный рынок, поэтому сказать, что Россия в кольце врагов нельзя, потому что это уж, по крайней мере, в полукольце. Потому что Китай никаких вражеских действий в отношении России не предпринимает, и это сотрудничество является взаимовыгодным. А зачем Китаю, Союз России? Дело в том, что Китай по своему военно-техническому потенциалу значительно ниже стоит, чем Соединенные Штаты Америки, и он находится перед угрозой военного нападения со стороны Соединенных Штатов Америки. Для него Союз России – это, можно сказать, наилучшее решение. Союз России означает, что Китай защищен российским ракетно-ядерным потенциалом, а Россия защищена экономически со стороны Китая тем, что ее никак не изолируешь и не закроешь рынок международным. Далее, и технические, и технологические. Вы прекрасно знаете, что Индия и Китай не очень-то имели хорошее отношение, однако Индия попросилась в Шанхайскую организацию сотрудничества. Она взаимодействует и с Россией, и с Соединенными Штатами Америки. Но она вошла в Шанхайскую организацию сотрудничества, потому что она прекрасно понимает, что такой хороший друг в Соединенных Штатах Америки в один прекрасный момент могут прислать свои авианосцы, свои самолеты и совершать то, что они совершали совсем рядом во Вьетнаме. Поэтому Индия попросилась туда. Пакистан. Пакистан, как известно, не очень-то в хороших отношениях с Индией. И, кстати, Индия не в очень хороших отношениях с Китаем, но они попросились в Шанхайскую организацию сотрудничества. И что у нас получилось? У нас получилось, что в Шанхайской организации сотрудничества четыре ядерные державы – Россия, Китай, Индия и Пакистан. И 40% населения Земли. Вот товарищи, которые определяют ту точку в развитии человечества, на которой мы находимся, должны из этого исходить. Что 40% человечества в мире живет в социалистических странах или с ними сотрудничают в том, чтобы обеспечить мирное движение в сторону прогресса. Поэтому нет больше этого самого империалистического мира. Мир теперь двуполярный или биполярный, если говорить не совсем на русском языке. Вот этот двуполярный мир и надо иметь в виду. И движение экономическое идет к тому, чтобы вот эта часть мира развивалась быстрее. Самые быстрые темпы роста у Индии и Китая. Поэтому Шанхайская организация сотрудничества очень быстро развивается. А если бы еще и Россия развивалась быстро, это было бы очень хорошо. Но в России наш правящий класс застрял на госкапитализме. У нас 55%, 50% и более процентов производится как единая монополия. Что можно было бы сделать, раз там все предприятия государственные. В них более 50% акций принадлежит государству. Нет, там отдельные предприятия, которые как бы в бушующем рыночном море, которые устроили искусственным путем в эпоху монополистического капитализма деятели, представители либеральной ветви буржуазной экономической науки. Поэтому если бы у нас было государственное монополие в таком объеме, у нас были бы высокие темпы роста и планомерное развитие. А все остальные капиталисты могли бы получать заказы от этой крупнейшей монополии и тоже большими темпами развиваться. И тогда в целом бы экономическое развитие было более быстрым. И это бы содействовало развитию всех классов. И буржуазного, и рабочего класса. Ну вот, что мы имеем, то мы и имеем. Поэтому Россия здесь никак не выделяется своими темпами экономического роста. У нее очень... У нее плоский, в единственной во всем мире, плоский налог на доходы. Везде 13%, а в тех же самых Соединенных Штатах 33%, а в Германии за 40%, а во Франции за 50% и так далее. Поэтому вечно не хватает денег на все. Даже вот сейчас, вперед, коронавирусная инфекция. Что должны сделать было государство? Ну, наделать этих масок и раздать всем. Они уговаривают, чтобы вы пошли и купили. А если вы не купите, вас мы в метро не пустим. То есть, кого-то вас принуждает купить. А почему у вас эти маски продаются в метро? А потому что там вот нужно дать заработать тем, кто эти маски будет продавать в метро. А почему вы не хотите дать заработать аптекам, чтобы там они могли получить? А почему нельзя вообще раздать эти маски и перчатки? В чем дело? В чем государство не в состоянии это сделать? При наличии более 50% государства. Конечно, показывает вот, что такое капитализм. Здесь каридность этого самого капитализма. Дескать, давайте мы людям добавим, чтобы они купили перчатки. Так вы дайте перчатки этим людям и маски, чтобы они куда бы не пришли, пришли в магазин. Вот, пожалуйста, вам перчатки и маски. Пришли, я приходил в Банк России. Сразу тут вам стоит баночка, где вы можете руки сполоснуть инфицирующим раствором. Вот вам маски, идите, пожалуйста. И если раньше, это Банк России, и если раньше надо было, так сказать, дать паспорт в окошко, а вам давали карточку, а карточка, как вы понимаете, она сегодня вам дает, завтра другому, после, а третьему она может быть переносчиком. Ничего, возвращая паспорт, говорит, проходите так. Вот, так сказать, мы видели, что есть, так сказать, отдельные организации, которые как-то обошлись. И не бедные эти организации, как вы понимаете, банки уж точно не бедные. А уж государство так прибедняется, что оно не может масок раздать. Дескать, вот вы самые незащищенные старики. Ну, отдайте вы старикам-то этим, 65-летним и, так сказать, более древним. Отдайте маски и перчатки, они хоть довольны будут. Причем масок, вот мы их сделали много, 150 миллионов, говорит Денис Мантуров, министр промышленности и торговли. Это здорово, 150 миллионов. А посчитайте, сколько у нас населения, 147. Так это на один раз. А мы еще 100 миллионов купили у Китая. Это на два раза. Ну, считай, что не всем нужны маски. Там есть люди, которые никуда не выходят. Говорят, вы не выходите, все равно у нас масок нету. Вы не выходите из дома, потому что у нас нету ни масок, ни перчаток. Если вы выйдете и без масок, без перчаток, вы будете заражаться. Нет, мы тогда сделаем так, что пусть сидят по домам. Закроем сады и парки. Вы почитайте, зайдите на сайт Минздрава. И там написано, что прежде всего надо находиться на свежем воздухе. Ну, и выдерживать дистанцию. Где легче выдерживать дистанцию? В парке или на улице? На улице вот идет какой-нибудь человек, как там. Ты его хочешь слева, хотя он налево, ты хочешь справа, он направо. А в парке ты всегда можешь вправо или влево, на расстоянии 5-6 метров, так сказать, и будешь от него закрывать. Это как объяснить. Ну, вот это вот говорит о том, что вопрос об истории и связан не только с классами. Видите, тут соединяются государства, в которых разные общественно-политические системы соединяются в единые организации. Организации действующие. Причем действующие интересно. Когда собирался Совет Министров иностранных дел, стран ШОС, в рамках этого Совета Министров иностранных дел состоялось заседание министров обороны всех этих стран. Так что, вроде бы, формально это никакой не блок, но всякий союз, определенный людей или государство, которое обладает достаточной силой, это гарантия соответствующего положительного развития событий. В данном случае страны ШОС и страны БРИКС это такие межнациональные образования, которые стабилизируют ситуацию в современном мире. Ну вот, если принять во внимание то, что я сегодня рассказываю в этой лекции, то видно, что это выходит за рамки только классового подхода. Правда? Борьбы классов, общественно-экономических формаций, то есть то, что относится к знанию развития общества основок. А кроме не надо об этом забывать, и информация ничего знать не надо. Есть такие понятия, как нации, культура и истории, которые никак не укладываются только в рамки классового анализа. Есть еще одно понятие, которое мы должны рассматривать последнее, это понятие цивилизации. А что такое цивилизация? А цивилизация – это общество во всем богатстве его составляющих. когда мы брали формат и политическую, идеологическую настройку, юридическую, все. А все остальное за рамками, остальное мы не брали. То есть мы брали важнейшее, решающее, фундаментальное, то, что относится к основе. Но нельзя же все ограничивать основой. Но есть еще и основанное. То есть если вы хотите брать общество в целом во всем богатстве его проявлений, вот такое рассмотрение общества, называется цивилизационным. Это цивилизационное направление будет пустым и никчемным, если в основе этого рассмотрения не будет лежать анализ формационный. Если исследование не будет опираться на понимание развития общества как движение от одной формации к другой развития соответствующей формации. Но если вы ограничитесь только на формации, если вы ограничитесь только на классовом анализе, вы получите обедненное такое понимание развития общества, потому что за рамками останутся вопросы национальные, культурные, исторические и истории развития человечества во всем богатстве его составляющих, то есть цивилизационные. Есть человеческая цивилизация? Есть. Она развивается? Она развивается. В этом развитии вы видите позитивные и негативные тенденции. В этом развитии вы видите основополагающие процессы, которые происходят в экономике, и вы видите процессы, которые идут в других сферах общества, там в сфере культуры, национальные процессы, в сфере искусства и так далее. И вот если вы берете вот в таком ключе рассмотрение общества и общественного развития, то оно будет рассмотрением во всем богатстве его составляющих, и тогда оно вполне социально-философским является. То есть социально-философское рассмотрение и движение общества в основе своем имеет формационное развитие общества, но с другой стороны оно этим никак не ограничивается, но кроме этой основы оно берет и основанное, и рассматривает вопросы культуры, истории. То есть берет общественное развитие во всем богатстве его составляющих, но всякий раз за этим самым явлением настоящее истинное философское исследование усматривает в глубине закона, который двигается этим самым явлением. Что такое закон? Закон – это спокойное явление. То есть явления, они многообразны и кажется, что они ничему не подчиняются. На самом деле есть тихое, спокойное царство законов, про которое говорит Гегель, и это вот спокойное царство законов, потом оно проявляется на поверхности в самом, так сказать, причудливом виде, в виде акциденции, то, что является случайным. То есть необходимость проявляет себя в том числе и как случайность. Хотя мы знаем из математики, что есть такая вот наука, теория или отрасль математики, теория вероятности, которая изучает как раз случайные процессы и изучает закономерные в этих самых случайных процессах. Поэтому нельзя сводить всю жизнь общества только к законам и только к основе, а сводить к основе – это значит уметь и восхватить к основе, снова к явлению и введить общество во всем его богатстве. Поэтому смысл нашего курса социальной философии не в том, чтобы этим знанием ограничиться, а в том, чтобы у вас была полная картина, полная картина развития общества и чтобы вы знали новое, какое знание вы получаете, какой-то кусочек знания вы получаете, к чему его отнести, к основе или к основному. Если это по национальному вопросу, значит к вопросу о нациях. Если это относится к истории, значит это какие-то исторические факты новые, которые иллюстрируют то-то и то-то. Но наука – это система знаний, чтобы у вас было не просто свалено и в кучу груда каких-то фактов и заявлений или высказываний, что сказал тот-то блогер или кто-то какой-то представитель диванных войск, которые сейчас воюют у нас в интернете, а какое место в общей картине мира занимают те или иные факты, события и элементы крупицы знаний. Вот если вы сможете такую картину знаний у себя в голове держать и ее развивать, то ваше дальнейшее развитие духовное будет закономерным и успешным. Успешный человек – это тот, который в себе развивает человеческое. Человек, прежде всего, отличается от животных, чем разумом. Поэтому хотите быть успешным – развивайте разум. А для того, чтобы развивать разум, недостаточно даже рассудка, надо изучать социальную философию. Успехов вам в изучении социальной философии. Думаю, что вы понимаете, что прослушивание лекций – это необходимое условие, но совсем не лишним будет обратиться к первоисточникам. Эти первоисточники вам известны. Это науколойки Гегеля, это труды Маркса, Энгельса, Ленина. И на этой основе вы можете изучать и другие философские концепции. Тогда вы будете видеть, куда они толкают – вперед или назад, в сторону прогресса или в сторону регресса. То есть вы не будете просто той какой-то щепкой, которая исторические события толкают направо, налево, сбок, назад, вперед и выталкивают на обочину исторического прогресса. А вы должны быть не на обочине, а во главе этого исторического прогресса, поскольку вы сейчас люди молодые и у вас есть то замечательное преимущество, что вы гораздо моложе, чем тот, кто читает вам лекцию. На этом я курс лекций и заканчиваю. Спасибо за внимание. Желаю вам успешной сдачи экзаменов. Подготовиться надо будет хорошо. Кто хорошо подготовится, получит хорошо. Кто подготовится на отлично, получит отлично. Успехов! До свидания, товарищи!